Азербайджан вновь обратился в Международный суд с иском против Армении. Об этом сообщает МИД Азербайджанской республики. В ответ на целенаправленное нарушение Армении прав азербайджанцев, официальный Баку подал второй иск в Международный суд с целью принятия срочных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, указано в исковом заявлении. В частности, имеются новые доказательства того, что Армения, начиная с 2021 года, продолжает размещать мины и ловушки мины в домах на территории Азербайджана. Эти мины, размещаемые в гражданских населенных пунктах или вблизи них, из которых азербайджанцы были изгнаны 30 лет назад в результате незаконной оккупации Армении, препятствуют возвращению в свои дома семей и общин вынужденных переселенцев, говорится в заявлении МИД. В обращении подчеркнуто, что армянская страна, грубо нарушая положение трехстороннего заявления, продолжает свои военные провокации. Есть неоспоримые доказательства того, что начиная с 2021 года армянская страна планомерно реализовала план по минированию азербайджанских земель. Подобные деяния нацелены на то, чтобы вынужденные азербайджанские переселенцы, будучи изгнанными с родных земель в результате армянской оккупации, не могли вернуться к родным очагам, говорится в документе. МИД Азербайджана напомнил в документе, что с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2700 мин армянского производства 2021 года. Минирование азербайджанских территорий не только создает угрозу для гражданских лиц, но и является провокацией, нацеленной на срыв трехстороннего соглашения. Три недели назад в Киальбаджарском районе на армянских минах подорвались семь азербайджанцев, в том числе и четверо рабочих, задействованных в восстановительных работах, подчеркивается в документе. В отчете особо подчеркивается, Армения открыто использует для перевозки этих мин и другого оружия лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей. Азербайджан примет все усилия для привлечения ответственности Армении за нарушение ею международных норм права, сказано в обращении МИД.